Кристина 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 потому что там очень много людей живут, ну как бы не только из Дагестана, но в основном это теплые лица, которые очень знакомы. Кавказская честнанальность, так их вообще никто не называл. Кристианочка, ни для кого не секрет, что у многих артистов есть определенный сценический образ, который они активно поддерживают, за которым они следят. И общаясь с твоими поклонниками и даже с твоими коллегами, многие высказывали мнение о том, что у тебя нет сценического образа, ты такая, какая ты есть, такая же, как в жизни, такая же и на сцене. Ты согласна с этим? И как тебе это удается, если это так? Ну, может, потому что я не придумываю велосипед, потому что его давно придумывали, поэтому я считаю, можно создавать образ на тот или иной концерт, когда это посвящается какому-то празднику. То есть какая-то тематика. Тематика должна быть, да. Или это, например, национальный колорит, национальный костюм, или, например, 9 мая, это, естественно, мы все одели пилотки, ремни. Да, 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 разумеется. Да, военное там платье. Я даже помню, шила такое платье, правда, не из такой ткани. Ну, раскрас был, в общем, такой, боевой. А на концерте, я думаю, что у меня тоже есть какой-то свой образ. Я не думаю, что я в жизни хожу с такой прической. Нет, конечно, у меня есть тоже свой образ и, наверное, свой стиль. Потому что я даже вот так вот, когда смотрю, например, на свои наряды, я не скажу, что они одинаковые. Они, конечно, все очень разные. Но они все роскошно-красивые. Нет такого платья, которое... Кто помогает под пюре? Платье? Ну, как у нас есть ателье, как бы, и вот там приходится работать в свободное время. То есть я всегда за то, чтобы женщина могла шить у нас платье. Вот я сама, например, да, в котором я могу пойти в гости. Это такое универсальное. Да, пообедать, например, там, в ресторанчик, на свадьбу. Ну, то есть и в пир, и в мир, потому что это очень удобно. Да, ну, конечно, иногда хочется одеть пайетки, сверкать. Да, раскошенность. Да, это когда там, я не знаю, настроение должно быть для этого. Или, например, новогодний концерт. Ну, тоже не обязательно. Или 8 марта. Ты знаешь, говоря об образе, я и те люди, с которыми мы об этом говорили, не всегда имели в виду именно внешне, а речь шла о внутреннем составляющем. То есть есть определенный образ на дагестанской эстраде у многих исполнителей, которые они его поддержат. То есть если они на сцене там веселушки, то в жизни они могут быть немножечко такие скромные, спокойные. То, если говорить о тебе, ты и в жизни раскрываешься по-особенному, и на сцене вот об этой идентичности шла речь. Ну, это уже природное. Как говорится, природное. Куда уж это приводит. Да, это уже, да. Внутреннее, я не знаю. Я не могу так сказать, что... Я не думала об этом. Вот, хорошо. То есть ты всегда такая жизнерадостная? Вот какая ты на сцене? Ну, нет, конечно. Жизнерадостная не возглавляет. А что ты делаешь, когда тебе грустно, а нужно работать? Ну, ничего. Просто молчу. Правда? Да. Это не видно было. Ты имеешь в виду, если я, например, должна пойти выступать, если не хочется совершенно... Ну, мы для этого заканчивали актерский факультет, ДГУ, факультет культуры. Я не говорю, что нужно одеть маску, и с этой маской... Я сама ненавижу натянутые улыбки, когда люди не хотят улыбки. Это так я чувствую. Мне кажется, лучше вообще не улыбаться. Не улыбаться, ну, просто как-то дать понять человеку, что тебе сегодня чуть грустно. Лучше честным быть со зрителем своим. Они ведь это чувствуют. Да. Потому что мне даже в Инстаграм написали, вот вы сегодня на свадьбе были очень устали. А я написала, на какой именно свадьбе. Мне было в этот день пять их. Я поэтому думала, на какой именно свадьбе они это поняли. Вот это какой-то тонкий человек, который распознал мою душу, да. Поэтому, ну, как сказать, ты сама знаешь, вот когда тебе нужно вести эфир, например, да, от тебя испортили настроение, ты же все равно будешь грустная. Глаза твои же никто не сможет поменять. Конечно. От этого никуда не дается. Да. Поэтому просто вы меня это не видели, видимо, в таком состоянии. Слава Богу, что меня видели. Кристина, очень многие родители, популярные родители, обращают внимание на то, что их известность немножечко портит их детей. У меня следующий вопрос. Как ты думаешь, твоего сыночка тяготит твоя популярность? Думаю только в том случае, когда не хватает времени пообщаться с ним. То есть он требует каждый вечер, чтобы я приходила домой. Даже, может, с ним не обязательно разговаривать или играть. Просто, чтобы я находилась в радиусе от него, не очень далеко. А я думаю, что популярность помогает. Почему? То есть пока только плюсы? Да, пока только плюсы. Я думаю, что к нему будет более лояльно относиться, преподавать. Ну, не так кажется, я не знаю, как это. Но он сам по себе только по мальчику. А не представляешь, что напротив будет поблажки? Нет, нет, я сама говорю даже преподавателям, что нужно, наоборот, его в строгости держать. То есть я не обижусь, я, наоборот, буду очень рада, если его приструнят, как-то посадят на место. А ты строгая мама? Да, я думаю, что да. Да, я думаю, что да. Ты строгая мама? Жаль, у нас нет возможности. Жабраила спросить. Жабраила, ну, если вы спросите его, он вам скажет. Он нам все расскажет. У него бывает тоже по настроению. Я очень часто думаю, как его заставить учиться? Какой вот мотиватор взять за основу? Ну, как ему, что ему рассказать, чтобы он учился? Ну, я думаю, что только Дисней магазин или Планета детства помогает. А как это так? Ведь он еще маленький, поэтому. Ну, любой родитель возлагает определенные надежды на своих детей. Кого ты видишь своим сыном? Ну, вообще, конечно, я всегда думала, что он будет каким-нибудь, может, врачом хорошим. А как это значит творчество? Мне кажется, у него нет слуха. Как-то очень грустно сказала Кристина. Ну, да, будем сапотаться. А какие песни он любит твои? Думаю, что, по-моему, никакие. А вот этого я не ожидала. Нет, просто он, мне кажется, он так уже устал от этого. Когда мы с ним даже куда-то идем, он говорит, ну, почему они с тобой разговаривают? Ты же моя мама. Зачем они на тебя смотрят? Он очень нервничает. Не может. Мужской. Да, а песни он раньше, он пел вот это «За море, море», он знал ее на языке. А остальные песни он так особо и не знал, по-моему, даже. Спасибо. Маленький, он еще в нем не вырос. Кристиночка, ты источник вдохновения для многих девушек. Ты пример для подражания даже. Достаточно заглянуть в твой инстаграм, почитать пару комментариев. И это не трудно об этом догадаться и не трудно это понять. Скажи мне, как источник мотивации, как ты мотивируешь саму себя? Есть у тебя какой-то аутотренинг? То есть есть какой-то ритуал определенный? Как тебе удается вот так вот быть вдохновителем? Ну, для этого нужно каждому человеку, наверное, выезжать куда-то обязательно. Вот на сегодняшний день я не выезжала, наверное, месяца два, два с половиной. Ну, по работе я не считаю. То есть я выезжаю по работе, это бывает в аэропорту два часа, в машине два часа, на мероприятии два часа, и так же обратно. Или в машине, например, когда доедешь, тоже доедешь. Это работа, это как бы ну, не выезд. А вообще, я думаю, что когда человек отдыхает, когда его мысли в полном спокойствии, когда он не думает ни о чем, вот приходят какие-то новые образы. Приходят, а вот нужна вот такая песня сейчас, а нужно вот именно что-то вот такое. Это ты не берешь ниоткуда-то. Это просто как-то вот, ну, у меня так, я не знаю. Я не беру это с какой-то телевизора, с кого-то там, не сдираю модель какого-то платья или что-то. Это вот приходит, именно для меня важно очень это отдыхать. В течение, там, десяти дней, двух недель, когда-нибудь ехать и вот, ну, как бы, находиться. И на такой релаксирующий отдых. Да, знать, что тебе никуда не нужно бежать сейчас. Не нужно быстро собраться, там, побежать. То есть просто ты, знаешь, никуда не нужно вот... И когда уже организм устает от этого отдыха, понимаешь, организм, который привык работать, быть в тонусе. Ждешь, пока он начнет требовать. Да, он уже начинает. А не ту ту песню, не нужно ли нам спеть сейчас? А давайте вот такое платье сошим, очень красиво будет. И вот когда вот мозг начинает сам уже работать. То есть твой секрет? Это отдых, да? Хорошо отдыхать. Я думаю, что каждому человеку нужно хорошо отдыхать. Особенно тем людям, которые очень работают. Сильно работают. Это же все равно, хотя вот мы выступаем, постоянно вот разъезды, постоянно песни, музыка, все такое. Люди может думать, что мы вообще головой не думаем. А это же тоже все равно. Постоянно работает голова, умственный труд. Конечно. Да, запоминаешься, да, эти песни, как они пелись. Ну, конечно, доходят некоторые песни уже до автоматизма. Когда ты даже, если я вот сейчас пою первый куплет, я не знаю, когда начинается второй, с каких именно слов. Именно когда наступает второй куплет, я уже вспоминаю, да, уже... То есть даже не я вспоминаю, это голова. Да, вспоминаю, что там так пелось. Поэтому нужно отдыхать. Обязательно нам нужно отдыхать. И я думаю, вот когда люди ставят печальные картинки в себе, да, вот это, это нехорошо. Это чужие. Нужно всегда для себя ставить... Вникайте, занимайте. Да, задачу смотреть на все красивое, смотреть только счастливые картинки и думать о прекрасном. Я вот вам честно говорю, Анюта, вот ты бы... Просто поживи так месяц, все будет хорошо. Я беру на заметку. Я прямо сейчас меняю картинку. Меняю картинку. Меняю, грусть выкини вообще, все. Выкину грустные картинки. Да, и вот не нужно, вот если вас обидели, вот это вообще... Это просто какой-то... У каждого человека должно быть свое, понимаешь? Он должен сам решить, что ему делать с этой ситуацией. Как поступить. Не как ему сказали поступить, например, да, а как ты сам считаешь. То есть загляните внутри себя, прислушайтесь к себе. Даже вот просто можно вот выйти на балкон, да, из своей квартиры, посмотреть, какое солнце красивое. Я в прошлой передаче тоже, кстати, говорила. Да. Советовала людям. Да, да, да. Да. Если будет идти дождь, пусть он намочит ваши руки, ваше лицо, пусть намочит. Вот надо радоваться. Вот я, например, люблю дождь. У меня нет плохой погоды. Вот когда говорят, ой, дождь пошел, назад сейчас прическа намокнет. Вот мне вообще все равно. Вот машина заплатила, ну что будет, ну что будет, ну ничего не будет. Наоборот, это вот, ну надо принимать все. Дождь пошел, ты же такая радость, так хорошо. Вот это умение радоваться жизни, оно было всегда? Да, я всегда, как говорит моя подруга, которая пишет мне песни, ты всегда знала, что ты, чего ты хочешь, говорит, какую ты песню хочешь. То есть я всегда говорила, вот мне нужна песня, чтобы проигрыш был вот такой вот. А куплет вот так начало, а слова вот тут можно такие добавить. То есть важно знать, что мы хотим от жизни. Я не говорю, что у меня никогда не было хандры, и я такая прям веселая, такая молодец. Нет, конечно, была тоже. Ну, надо брать с себя вот так вот, руки всем людям. Тем более сейчас. И не справляться с этим. Да. Потрясающе. Улыбайтесь. Очень многих людей это бесит. Улыбаемся шире, друзья. Очень любит этот мультик «Мадагаскар». Улыбаемся, говорит, у нас бензина нет. Ну, ничего страшного. Кристина, мы подготовили для тебя видео-вопросы от твоих поклонников. Я предлагаю посмотреть на них. Привет, меня зовут Исю. Кристина, как вы думаете, возможно ли такая же красивая любовь, как и в турецких сериалах? Спасибо за это. Кристина, возможно такая любовь? Конечно, возможно. Ты веришь? Да, я верю, что существует, не просто существует, что все, как бы, люди должны, каждый человек должен пройти через такую любовь. Такую сумасшедшую, турецкую. Любишь турецкие сериалы? Ну, я только посмотрю. Тебя ведь часто, помнишь, сравнивали, когда был актуален сериал «Неликолепный век». Это же было невозможно. Невозможно. В Инстаграме до сих пор мне пишут, что я очень похожа на эту актрису. Я вот посмотрела, кстати, только этот фильм, и то не до конца. Потом я начала смотреть продолжение, и то потому, что я очень люблю исторические фильмы. Потом я почитала историю тоже. Я ее и читала раньше, «Османская империя», еще в школе, но сейчас я прочитала уже такую более не художественную литературу, а вот как было на самом деле. А давай вернемся к любви. Кристина, скажи, вот идеальная любовь, она какая? Взаимная. И все? Ну, когда есть любовь, и когда она взаимна, я думаю, что там... Это достаточно. Конечно, что там еще нужно. Какая прелесть. Давайте нам второй вопрос. Здравствуйте, Кристина. Меня очень интересует вопрос, кто у вас по специальности и какое у вас образование? Спасибо большое. Григорий Королев. У меня высшее образование, актриса театра и кино, но в будущем у меня скоро живет еще одна специальность, но я пока об этом не хочу говорить. Оставила нас в таком предвкушении. Орел загадочности не покидает Кристина. Я хочу, чтобы просто Анюта мне пригласила через месяц еще раз. Я запомню. Да. Наш следующий вопрос. Кристина, здравствуйте. Что бы вы разрешили своим детям, чего вам не разрешали в детстве? Ну, мне в детстве не разрешали баловаться, а я разрешаю. А говоришь строго, мама. И даже для этого во двор поставил огромный такой бассейн. Они эту воду все вот выливают. В общем, бывает во дворе ужасный бардак. Суперечный. Я вспоминаю, если бы, например, мы такое сделали, нам бы сказали, это что такое, давайте убирайте. И, ну, в общем, я нет, не разрешаю делать. То есть иногда можно было? Да, и в комнате бывает с игрушками все переполох, все вот перевернуто, все вот так, ну, не могу заставить убирать. Следующий вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кристина, здравствуйте. Если бы вам была возможность изменить свое имя, какое бы вы имя хотели бы? Я не думала над этим вопросом, но вообще у меня есть еще второе имя. Ну, как бы потом, которое было. То есть родители назвали Кристину, да. Но мне еще есть одно имя, но я думаю, что оно мне очень подходит. Калима. Действительно. А закроется? Да. Но Кристина мне нравится больше. Кристина это как уже все. И еще один сюрприз вопрос, Кристиночка, от твоей коллеги. Вопрос задала Жаклина. Ага. Я предлагаю ознакомиться с ней. Так. Привет, Кристина. У тебя потрясающий вкус. И хотелось бы узнать, будет ли показ нарядов из твоего шоурума. Мне очень интересно посмотреть. Ого, конечно. Да, вот дело в том, что шоурумом мы начали только сейчас заниматься. А у вас была какая-то пауза? У нас не было паузы, у нас точно не было. Просто мы вот так вот публично не занимались им. То есть у нас были, вот как я в прошлый раз тоже говорила, определенный круг людей, которые у нас вот шьют наряды свои. Теперь мы хотим выйти на сцену. В свет. Да. Поэтому, девочки, Жаклина, будет показ. Я обязательно вас всех приглашу. Мы сделаем все очень красиво. Здесь, наверное, все сделаем, потому что очень красивый подиум. И предоставим модели, которые будут вам удобны, как я говорила, и в пир, и в мир. То есть мы ждем показа. Он будет. Будет. Жаклина, как в воду глядела? Угу. Вопрос задала? Умничка, молодец. Да. Ждем. А кто является вдохновителем в плане нарядов? Кто это все придумывает? Это все делаешь ты? Конечно. То есть эскизы, все? Ну, я не умею рисовать эскизы, правильно. То есть портниха, она закрощится, которая вот умеет рисовать. То есть как-то... То есть ты озвучиваешь свою идею? Нет, я рисую платье. Ты рисуешь? Какое оно должно быть, да. Здесь должно быть. Вот она мне говорит, тут так не может быть, потому что так невозможно покроить. Я говорю, ну надо это придумать так, чтобы возможно было. Потому что нужно, чтобы фасон был именно вот так, там начиналось отсюда, или заканчивалось, или там отрезной, или вот чтобы талия была такая, плечи вот такие. То есть, ну что я... Я не ожидала. Я думала, все-таки ты как-то там вот иногда придешь, да, там... Нет. И вот это платьишко, пожалуйста. Я просто очень знаю по себе, например, что может украсить женщину. Вот я на свадьбе когда смотрю на очень многие наряды... Обращаешь внимание? Да, я вот смотрю, они, конечно, бывают платья там с проката, пошитые, все, бывают очень красивые, которые... Но вот бывают такие девочки, которые очень сами красивые. У них вот прям, вот на них шить платье просто вот как, ну, любое, они будут прям вот как куклы, такие вот, знаешь, как будто ненастоящие. А на них бывают такие платья, которые вот, ну, не посажены на них, вот, нет как будто... То есть у тебя душа болит. Да, я думаю, ну, как вы тут не могли они, знаете, вот так... Поэтому я замечаю, да, всегда смотрю, думаю, вот тут я по-другому сделала, конечно. Или переборщили, или, наоборот, ой, не досыпали блеска, мало, маловато. Вот что происходит в голове у Кристины на свадьбу. Причем я всегда знаю, вот, например, когда приходишь за готовым платьем, я очень многим даже давала, вот, там в шоуруме у нас есть тоже какие-то серьги, когда я где-то бываю, покупаю себе, может, одену, может, нет. Я вот давала, говорю, вот серьги эти туда очень подойдут, вот не одевайте другие, говорю, я вас очень прошу, вот, вы будете просто... А вот, я говорю, ну, потом вернете, ничего страшного. Вот, то есть я вот, то, что касается бижутерии, тоже очень люблю, вот, подсказать им, что нужно... Потому что они иногда вот платье могут испортить, именно бижутерии, именно там каким-то вот поясом неправильным, там, или еще там туфлями. Ну, что-то может что-то вот испортить, что вот не справишься. То есть ты от головы до ног эстет. Вот, вот, хочется, чтобы... Ну, я не знаю, почему, да, так получается. Не специально, я не такая говорю, что сейчас такая вот умная, сижу, а вы все там ничего не понимаете. Конечно, у каждого человека свой вкус. Это тоже я, ну, вхожу в положение, когда приходят, говорят, мне так не подойдет. Вот все сразу говорят, мне так не подойдет. Я говорю, вам так подойдет. Вот в итоге я всегда бываю права. Они уходят, в конце говорят, ой, ну да, спасибо, хорошо, все-таки все было. А все же приходят, вот, чуть у нас люди тоже, их закомплексовали, уже сказали. Да, есть. Вам нужно вот так вот сделать, чтобы так шло, вам по-другому не подойдет. Не подойдет. Вы толстая, вы такая, усекая. Конечно, я им всегда говорю, а вы не могли бы вот на три килограмма похудеть вот перед свадьбой? Они говорят, нужно, да? Я говорю, ну вот на три и все. Я знаю, что они даже на три не похудеют, на один похудеют, самое большее. Ну, это и то будет уже. Если я скажу, на пять похудеете, а не похудеете, хотя бы на два. Ну, это приятно, что ты не оставляешь, не остаешься на душу. Я не общаюсь с ними какими-то посетителями. То есть не так, чтобы вот посетить, да. Я с ними общаюсь так, как будто я их сто лет знала, понимаете? Я говорю, там, ну, только их снимите, сейчас я посмотрю, как вам подойдет. Ну, то есть, как будто я их сто лет знала. Они, наверное, сами некоторые уходят в шоке, думают. А мне кажется, это приятно. У нее нормально с головой. Кристина, тебе предстоит нелегкий выбор. Тебе необходимо определиться с победителем. Какой видео-вопрос тебе понравился больше всего? Ну, чтобы, я не хочу, чтобы другие люди тоже обижались, но мне понравился вопрос девочки, которая сказала, что бы вы разрешили своим детям, чего в детстве не разрешали вам. И ответ был такой однозначно – баловаться. Уважаемые наши телезрители, вы большие молодцы, спасибо вам огромное. Да, огромное спасибо, очень были интересные вопросы. Правда? Да, я даже не ожидала, что будут такие вопросы. Обычно бывают очень банальные вопросы. Были очень интересные, спасибо за вопросы. Ну, а нашу маленькую победительницу я поздравляю. Вот такой вот замечательный тортик достается именно тебе. Мы с тобой свяжемся и расскажем, как его забрать. Кристина, напоследок, твои пожелания всем тем, кто нас сейчас смотрит, всем нашим телезрителям и, разумеется, всем твоим поклонникам. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас, то, что на этой неделе я победила. Я знаю, что это благодаря вам. Я хочу пожелать вам, несмотря на то, что на дворе осень, и очень многие из вас сейчас скажут, ой, нужно учиться, ой, нужно в школу пойти, нужно в институт ходить, нужно в университет ходить. Я хочу сказать вам, что это самое лучшее время, когда ты думаешь только об уроках, когда ты думаешь, как получить пятерку и больше ни о чем. Я хочу пожелать вам на душе радости, чтобы осенний дождик, как я вам сказала, чтобы вы просто намочили руки, намочили лицо, чтобы он для вас был тоже радостным и смешным. Удачи вам и хорошего настроения. Это была Кристина и первая строчка прямо сейчас на телеганале MTV Столица.